Глава вторая. Антидиалектичность диалектического материализма. Уже упоминавшийся философский словарь под редакцией академика И.Т. Фролова понятие диалектика изъясняет так. Диалектика, греческая, диалегомал. Веду беседу, рассуждаю. Наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Научному пониманию диалектики предшествовала долгая история, и само понятие диалектика возникло в ходе переработки и даже преодоления первоначального смысла термина. Первоначально этим термином диалектики техни. Искусство диалектики обозначались, первое, способность вести спор посредством вопросов и ответов, второе, искусство классификации понятий, разделения вещей, народа и виды. Вершиной в развитии домарксистской диалектики была идеалистическая диалектика Гегеля. Гегель впервые представил весь природный исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в беспрерывном движении, изменении и преобразовании развития, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, том 20, страница 23. Ссылка на второе издание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В отличие от абстрактных определений рассудка, диалектика по Гегелю есть такой переход одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти определения односторонне и ограничены, то есть содержат отрицание самих себя. Поэтому диалектика есть, согласно Гегелю, движущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет собой единственный принцип, который вносит в содержание науки имманентную связь и необходимость. Цитированный ранее философский словарь, страница 93-94. Имманентная, внутренне присущие тому или иному предмету, явлению или процессу свойства, закономерность. Цитированный ранее философский словарь, страница 126. Необходимость и случайность – философские категории, выражающие отношение к основанию, сущности, процессу и его отдельных форм проявлений. Те или иные явления, будучи осуществлением и развитием сущности, необходимы, но в своей единичности, неповторимости, выступают как случайные. Иными словами, необходимость есть то, что обязательно должно произойти в данных условиях. Случайность же имеет свое основание не в сущности явления, а в воздействии на него других явлений. Это то, что может быть, а может и не быть. Может произойти так, а может произойти и иначе. Цитированный ранее философский словарь, страница 243. Сущность. Смысл данной вещи. Здесь диалектики и материалисты проболтались, сами того не понимая. О том, что смысл жизни объективен. Наше замечание при цитировании. То, что она есть сама по себе, в отличие от всех других вещей и в отличие от изменчивых состояний вещи под влиянием тех или иных обстоятельств. Понятие сущность очень важно для всякой философской системы, для различия этих систем с точки зрения решения вопроса о том, как сущность относится к бытию и как сущность вещей относится к сознанию, мышлению. Сущность и явления. Философские категории, отражающие всеобщие необходимые стороны всех объектов и процессов в мире. Сущность. Совокупность глубинных связей, отношений и внутренних законов, определяющих основные черты развития материальной системы. Явления, конкретные события, свойства или процессы, выражающие внешние стороны действительности и представляющие форму проявления и обнаружения некоторой сущности. Категории сущность и явления всегда неразрывно связаны между собой. Цитированный ранее философский словарь. Страница 361-362. В другом словаре читаем диалектика, от греческого диалектики, техния, искусство вести беседу, спор, философское учение о становлении развития бытия и познания и основанный на этом учении метод мышления. В истории философии выдвигались различные толкования диалектики, как учение о вечном становлении и изменчивости бытия, Гераклит, искусство диалога достижения истины путем противоборства мнений, Сократ, метода расчленения и связывания понятий с целью постижения сверхчувственной, идеальной, сущности вещей, Платон. Учение о совпадении, единстве, противоположностей, Николай Кузанский, Джордана Бруно, способа разрушения иллюзий человеческого разума, который, стремясь к цельному и абсолютному знанию, неминуемо запутывается в противоречиях, Эммануил Кант. Всеобщего метода постижения противоречий внутренних, импульсов, развития бытия, духа и истории, Гегель. Учение и методы, выдвигаемых в качестве основы познания действительности ее революционного преобразования. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин. Диалектическая традиция в русской философии XIX-XX веков нашла воплощение в учениях Соловьева, Флоренского, Булгакова, Бердяева и VI. В западной философии XX века диалектика преимущественно развивалась в русле неогегельянства, экзистенциализма, различных течений религиозной философии. Большой энциклопедический словарь – компьютерная версия на компакт-диске 1999-2000 годы. Естественно, что с точки зрения мраксистов, диалектика и учения о ней своего расцвета достигли только в диалектическом материализме. Диалектический материализм – философия марксизма-ленинизма, наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, научное, философское мировоззрение и общая методология познания объективного мира и революционного действия. Диалектический материализм составляет органическое единство материализма и диалектики. Исходит из того, что материя – единственная основа мира. Сознание – свойства материи, признает всеобщую взаимосвязь предметов и явлений, движение и развитие мира как результат его внутренних противоречий. Центральная категория диалектического материализма – материя. Способ ее существования – движение. Основные формы существования – пространство и время. Сущность диалектического понимания, движения и развития объективного мира и познания выражают законы диалектического материализма, среди которых основные – единство и борьба противоположностей, переход количественных изменений в качественные, закон отрицания-отрицания. Советский энциклопедический словарь. Москва, 1986 год, страница 388. Единство и борьба противоположностей – один из основных законов диалектики, раскрывающий источник самодвижения и развития объективного мира и познания. Основу всякого развития составляет противоречие. Борьба, взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций, находящихся вместе с тем во внутреннем единстве и взаимопроникновении. Единство противоположностей относительно, их борьба абсолютно. Единство фиксирует начальную стадию развития противоречия. Непосредственное единство противоположностей – их обособление. Борьба раскрывает высший этап его развития, предельную заостренность противоположностей, разрешение противоречия, приводящее к качественному преобразованию объекта и возникновению нового противоречия. Советский энциклопедический словарь. Москва, 1986 год, страница 427. Переход количественных изменений в качественные. Один из основных законов диалектики, согласно которому изменение качества объекта происходит тогда, когда накопление количественных изменений достигает определенного предела. Закон носит объективный и всеобщий характер. Он вскрывает наиболее общий механизм развития, достигнув определенной пороговой величины, так называемой границы меры. Мера философской категории, выражающая диалектическое единство качества и количества объекта, указывает предел, за которым изменение количества влечет за собой изменение качества объекта и наоборот. Советский энциклопедический словарь. Москва, 1986 год, страница 791. Количественные изменения объекта приводят к перестройке его структуры, в результате чего образуется качественно новая система со своими закономерностями развития и структурой. Количественные и качественные изменения обуславливают друг друга, закон устанавливает и обратную зависимость. Качественные изменения ведут к количественным изменениям. Процесс перехода одновременно прерывен и непрерывен. Прерывность выступает в форме качественного скачка, непрерывность – в форме количественного изменения. Советский энциклопедический словарь, Москва, 1986 год, страница, 988. Отрицание. Отрицание закон. Такая последовательность слов принята в словарных и энциклопедических статьях. Слова, обозначающие сущность описываемого явления, стоят на первом месте. Один из основных законов диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса развития – единство в поступательности и преемственности в развитии, возникновение нового и относительной повторяемости некоторых моментов старого. Согласно отрицания-отрицания закону, развитие осуществляется циклами, каждый из которых состоит из трех стадий – исходное состояние объекта, его превращение в свою противоположность – отрицание, превращение этой противоположности в свою противоположность – отрицание-отрицание. Форма процесса развития имеет вид спирали, каждый цикл выступает как виток в развитии, а сама спираль – как цепь циклов. Действие закона полностью обнаруживается лишь в целостном, относительно завершенном процессе развития. На каждой отдельной стадии закон выступает обычно как тенденция. Смотрите также «Отрицание и снятие». Советский энциклопедический словарь. Москва, 1986 год, страница 951. Снятие. Немецкое «Авбен». Философская категория, введенная Гегелем и означающая уничтожение формы объекта, изменение его содержания и сохранение жизнеспособных элементов при переходе на более высокую ступень развития. Советский энциклопедический словарь. Москва, 1986 год, страница 1231. Диалектический материализм – решительный и непримиримый враг всяких представлений о сверхъестественных сущностях, в какие бы одежды не наряжали их религия и идеалистическая философия. Природа развивается, достигая высших своих форм, включая жизнь и мыслящую материю, не из потусторонней силы, а по причинам, заложенным в ней самой, в ее законах. Грамматика языка требует уточнения. Кем? Если уж так увязли сознанием в атеизме, то хоть бы писали аккуратнее, например, внутренне свойственным ей самой. Диалектический материализм – философская основа программы, стратегии и тактики всей деятельности Коммунистической партии. Выделено жирным при цитировании нами, поскольку это многое объясняет в истории краха российской государственности в 1917 году и государственного краха СССР в 1991 году. Философский словарь, страница 97-98. Хотя приведенные цитаты из словарей 80-х годов вторичны по отношению к текстам классиков диалектического материализма, но аналогичные формулировки с развернутыми пояснениями к ним и с критикой взглядов философов-не-диалектиков и философов-не-материалистов в марксистском смысле этих слов содержатся и в работах классиков марксизма «Анти-Дюринг. Диалектика природы» Фридриха Энгельса, «Материализм и эмпириокритицизм. К вопросу о диалектике» Владимира Ильича Ленина. Здесь следует обратить внимание на то, что изложение самим Карлом Марксом в философии диалектического материализма фрагментарно рассыпано по всему множеству его работ, публиковавшихся на протяжении около 40 лет, в которых выражены его взгляды на решения, а также и на способы сокрытия каких-либо проблем жизни общества и людей в нем. Если названные здесь книги Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина могут рассматриваться как своеобразные сводные учебники энциклопедии, собственно, по философии диалектического материализма, то назвать такого рода книгу самого Карла Маркса затруднительно. Но, как видно даже из приведенных цитат, вопрос о диалектичности жизни на протяжении всей памятной истории был в поле зрения европейской научной философии. Те или иные его грани становились предметом рассмотрения философов, и некоторые философы давали более или менее четкие формулировки законов диалектики и издревле использовали по существу диалектические процедуры для поиска научной истины. И главное, когда первоначально термином диалектика, диалектики техния, искусство диалектики обозначались, первое, способность вести спор посредством вопросов и ответов. Второе. Искусство классификации понятий, разделения вещей народа и виды, то древние были ближе к полноте диалектичности мышления, нежели марксисты. Это будет показано в последующих разделах настоящей работы. Кроме того, здесь же необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что на протяжении всей письменной истории европейские народы, в культурной среде которых родился диалектический материализм, пользуются фонетической письменностью. Фонетическая письменность фиксирует звучание человеческой речи, а не поток образного мышления человека, выражаемого или скрываемого в этой речи. Известен афоризм, язык, в смысле речь, дан для того, чтобы скрывать свои мысли, а также и их отсутствие. Но в культуре человечества в целом есть и иные виды письменности, непосредственно фиксирующий поток образных представлений, на основе которых протекает образное мышление человека, только выражаемое им устной или письменной речи. Соответственно, если диалектичность жизни объективная данность, то в культуре народов с развитой образно-символической письменностью неизбежно появление символа иероглифа, указующего на диалектичность жизни и как-то выражающего эту идею. Действительно, такой символ есть. Это известный почти всем символ инь-янь. В нем запечатлено все, что нашло свое выражение в формулировке трех законов диалектики диалектического материализма, а также и то, что выходит за пределы этих формулировок, и не нашло в них никакого выражения, в силу чего формулировки законов диалектики в марксистско-ленинской философии предстают как ущербные, со всеми вытекающими из этого факта последствиями для практической деятельности на ее основе. Теперь попробуйте вообразить, что вы не знаете таких созвучий, как инь-янь и его составляющих инь-янь, и прочитайте ниже следующий текст, в котором употребляется символ инь-янь, с которым связаны эти созвучия. Примечание диктора. В дальнейшем тексте символ инь-янь будет читаться как просто «символ». Конец примечания. В символе есть противоположности во взаимопроникающем единстве, образующем круговую структуру символа. Если вообразить, что червячок инь живет тем, что отгрызает хвостик у червячка янь, а тот, в свою очередь, живет тем, что отгрызает хвостик у червячка инь, и при этом оба они продвигаются на место, освобождающееся в круговой структуре символа, в результате отгрызания хвоста соседа каждым из них, то образ символа станет подвижным, и в его пластике проявятся все три закона марксистской диалектики. В другом варианте, если свивать двужильный канат из разноцветных прядей, то это будет процессом спиральным, а в поперечном сечении этот канат будет представлять собой инь-янь, особенно если вовнутрь каждый из жил добавить сердечник цвета парной ей жилы. При этом следует помнить, что символ инь-янь – символ общекосмических микро и макро принципов бытия, которые наличествуют и проявляются во всем, то есть во всех частностях бытия, и невозможно представить, чтобы хотя бы некоторые представители из числа многих поколений людей, рожденных и выросших в культуре, где этот символ существует на протяжении веков, в своем воображении не играли в разные игры с символом, осмысляя эти игры как символические аналоги реальных явлений, с которыми они имеют дело каждодневно и в жизни природы, и в жизни общества. И диалектический материализм, по крайней мере в наши дни, действительно признает в учении об символе выражение диалектики в древнекитайской философии. Инь-янь – основные понятия древнекитайской философии в книге «Перемен» и «Дзин». Инь и янь служили для выражения светлого и темного, твердого и мягкого, мужского и женского начал в природе. В процессе развития китайской философии «Янь» и «Инь» все более символизировали взаимодействие крайних противоположностей – света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, жары и холода, положительного и отрицательного и т.д. Концепция «А» взаимодействий полярных сил – инь-янь, которые рассматриваются как основные космические силы движения, как первопричины постоянной изменчивости в природе, составляет главное содержание большинства диалектических схем китайских мыслителей. Учение о дуализме – сил инь-янь – непременный элемент диалектических построений в китайской философии. Цитированный ранее философский словарь страница 134. Но диалектическая образность символа более жизненно глубока, чем какие бы то ни было словесные формулировки наиболее общих законов бытия и комментариев к ним, потому что символ принадлежит к малочисленной группе символов, предельно обобщающих все в системе образных представлений человека о мире. По крайней мере, в случае, если человек осознает факт несения символом некоего смысла, а не воспринимает символ как затейливую, но бессмысленную каракулю. Будучи связанным с языковыми способностями выражения образного мышления, символ в скрытом виде содержит и оглашение, и умолчание. А граница между оглашениями и умолчаниями при раскрытии смысла образности символа в приложении к практическому разрешению жизненных незадач, то есть неопределенностей проблем. Для лучшего понимания этого ставшего малоупотребительным слова в настоящем контексте следует вспомнить восклицание эко-незадача, то есть неопределенность, мешающей жить. Латиноязычный аналог для слова незадача – проблема. Постановка задачи – первый этап в устранении незадачи, представляет собой внесение определенности, то есть выявление существа незадачи, ее взаимосвязи с объемлющими процессами. Второй этап – решение задачи. Тем самым разрешается проблема, устраняется неопределенность, мешающая жить. То есть неопределенности проблем задается всякий раз как самой незадачей, так и миропониманием того, кто с этой проблемой незадачей имеет дело. Если вам удалось вообразить, что вы не знаете таких слов «инь-янь», то вы смогли прочувствовать сами, что аналогов такому свойству символов, образов, культурах, воспроизводимых и развиваемых в преемственности поколений на основе подавляющего господства фонетической письменности, практически искоренившего символику и образность из всех областей жизни общества нет, поскольку всякие словесные формулировки, в том числе и формулировки законов диалектики в марксизме, представляют собой выражение миропонимания авторов формулировок. Соответственно, все словесные формулировки, когда человек с ними сталкивается, нуждаются в переосмыслении с соображением, всякий раз потому, что в них неизбежно выражаются субъективные дефекты мировоззрения, субъективно-образных представлений о жизни, и культуры речи, точности и целесообразности словаупотребления авторов словесных формулировок. В результате открывается возможность к тому, чтобы стать жертвой ошибок, а также и заведомой лжи авторов формулировок. Именно на эти обстоятельства указывает известный многим афоризм – мысль, изреченная, есть ложь. При попытке использовать чужие готовые формулировки другими людьми для разрешения ими своих жизненных проблем, граница оглашению молчания, объективно статистически свойственная формулировкам как конструкциям определенного языка, может не соответствовать требованиям незадачи к минимальному уровню миропонимания, объективно необходимому для ее разрешения. В следствии чего объективно возникает потребность в иных словесных формулировках в ряде случаев, доходящие до необходимости освоения и введения в культуру общества новых для него языковых средств. В самом общем смысле термина – язык как средство обмена информацией в обществе. В частности, одно из таких умолчаний, выводящее понимание символа «инь-янь» за пределы формулировок законов диалектики в марксизме, проистекает из интерпретации черно-белого изображения «инь-янь» как наложение друг на друга разноцветных изображений, в результате чего белый цвет в символе «инь-янь» окажется синтезом семи основных цветов спектра – семи цветов радуги. Но формулировка закона диалектического материализма о единстве и борьбе противоположностей соответствует исключительно черно-белому случаю рассмотрения «инь-янь». И в нее не укладывается семь цветов радуги, образующих белый цвет, взаимно дополняя друг друга. Вспомните опыт из школьного курса физики. На ось электромоторчика насаживается диск, разделенный на семь секторов, выкрашенных в семь цветов радуги. Диск начинает вращать, и при достаточно высокой скорости вращения глаз перестает различать границы секторов, а диск из разноцветного секторного превращается в кавычках в белый. Поскольку по отношению друг к другу все основные цвета спектра являются невзаимно противоположными, и каждый из них является только условно, а не абсолютно противоположным абсолютно черному. Для того, чтобы внести ясность в вопрос об абсолютно черном цвете, напомним определение абсолютно черного тела в современной физике. Абсолютно черное тело полностью поглощает весь поток падающего на него излучения, не отражая ни малейшей его доли. Если в какой-то части спектра тело отражает хоть какую-то долю падающего на него излучения, то оно обретает свет, соответствующий этой части спектра. Проистекает это обстоятельство из дефективности формулировки закона «Единство и борьбы противоположностей» в диалектическом материализме с его относительностью единства противоположностей и абсолютностью их борьбы, поскольку противоположности всегда парные. Если свойства парности, так называемых противоположностей, в системе не выявляется, то есть их больше, чем две, а система не сводится к иерархии отношений двойственности в каждой паре из них, а это имеет место в интерпретации символа инь-янь на основе семи основных цветов радуги и абсолютно черного цвета, то речь может идти только о единстве и взаимодействии разнокачественностей, объективно отличающихся друг от друга и, возможно, субъективно отличимых друг от друга человеком непосредственно, либо при помощи каких-то средств. Но единство выявленных в системе разнокачественностей при этом не обязано быть относительным, а их взаимодействие не обязано быть борьбой, тем более абсолютной борьбой, если под абсолютизмом борьбы и понимать борьбу до победы одной из противоположностей, в итоге борьбы, начисто искореняющей другую противоположность. Множество возможных отношений между объективными разнокачественностями шире, чем двоичный базовый набор марксизма, единство и борьба, вследствие чего притязание холопов, диалектического материализма, разрешить все проблемы общественного развития на его основе не только безосновательны, но влекут за собой лавину новых и усугубление прежних проблем. Кроме того, борьба может завершиться необратимым разрушением исходной системы без выхода ее на новый виток спирали развития, на котором проявятся новые ее качества. И при этом в марксизме ничего не говорится внятно об управлении, как о процессе, о взаимопроникновении друг в друга процессов управления, поддерживаемых разными субъектами. А целенаправленно управляемое разжигание противоречий в системе, определенно избранной в качестве противника, назначенной быть противником, ее якобы саморазрушение, в результате управляемого доведения их борьбы, возведенной в абсолют до победного конца, в марксизме списывается, по оглашению, на объективный ход вещей, на необходимость и на роль личности в истории, осуществляющую эту пресловутую, якобы единственную необходимость, хотя ее осуществлению предшествовала потенциально управляемая многовариантность возможностей, из которых можно было выбрать наиболее предпочтительный вариант и управлять течением событий в соответствии с ним. Формулировка закона о переходе количественных изменений в качественные и качественных в количественные тоже поверхностно и расплывчато в действительности. Имеет место взаимная обусловленность качества количеством и порядком, и, соответственно, количественные и порядковые изменения влекут за собой качественные изменения, а качественные изменения выражаются в количественных и порядковых. Полезно обратить внимание, и это пригодится на будущее, что в сноске в начале этого раздела В формулировке закона перехода количественных изменений в качественные, в которой излагается определение в диалектическом материализме, понятие «мера» ничего не говорится о порядке, хотя одно и то же количество может быть по-разному упорядочено, и качество будет определяться не только количеством, но и упорядоченностью. Родимое пятно библейской доктрины. Также вредоносно обстоит дело и с формулировкой закона отрицания-отрицания. Можно название закона отрицания-отрицания снабдить обширными комментариями на тему, что под отрицанием первого отрицания, вторым отрицанием понимается выход на качественно новый уровень развития и тому подобное, как это трактуется в цитированной словарной статье. Но отрицание, как первое, так и второе, а также и любое последующее, может состояться и в форме краха. И это тоже укладывается в формулировку закона, причем безо всяких комментариев ясно, что крах – отрицание прежнего состояния, которому предшествовало некое другое состояние. Кроме того, как явствуют из приводимых философами, диалектиками, материалистами комментариев, действие закона полностью обнаруживается лишь в целостном, относительно завершенном процессе развития. На каждой отдельной стадии закон выступает обычно как тенденция. Это означает, что формулировка закона «отрицание-отрицание» выпячивает обрывок процесса, название которому «череда преображений» и затмевает фрагментом процесса весь процесс, возможно, многовариантный. По сути, формулировка закона «отрицание-отрицание» подменяет целое частью, открывая возможность к извращенному и ограниченному пониманию объективных возможностей течения процесса и возможностей управления им. Так, за вторым отрицанием подразумевается третье отрицание, за ним еще одно и так далее, в череде отрицаний. Что такое череда отрицаний? Моята и суета беспросветные, хождение по кругу, что становится в конце концов адом, поскольку развитие – это череда преображений на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей, а не череда отрицаний-отрицаний, хотя отрицание чего-то может быть частью, основой или предпосылкой преображения. Но формулировка закона «отрицание-отрицание» порождает в психике алгоритмику отрицания всего и вся, уводя от путей к преображению, поскольку на фоне множества саморазрушительных отрицаний теряются немногие пути к истинному преображению в лучшие качества. По сути своей, закон «отрицание-отрицание» – это программирование индивидуальной и коллективной психики людей на подавлении их творческого потенциала и созидания. Зачем созидать, если за этим последует отрицание как никчемного всего того, что ныне предлагается созидать, прилагая к тому большие усилия? Однако закон марксистской диалектики «отрицание-отрицание» – не изобретение XIX века, не итог развития европейской философии к тому времени, а всего лишь наукообразно выраженное обобщение ветхоноветного наваждения. Стих V Время искать и время терять, время сберегать и время бросать. Стих VII Время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить. Стих VIII Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Стих IX Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Стих X Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Экклесиаст, глава третья. Стих XIV Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Экклесиаст, глава первая. Иными словами, закон отрицания-отрицания в марксизме – родимое пятно библейской доктрины порабощения всех. Он предназначен для употребления исключительно членами порабощаемого общества, поскольку среди всех отрицаний есть и такое. Зачем бороться за счастье народное и каждодневно побеждать поработителей? Все равно настанет отрицание победы. И в соответствии с этой алгоритмикой, навеваемой марксизмом, рухнул Советский Союз, не выполнив завет Иосифа Виссарионовича Сталина, избавиться от марксизма. Смотреть его экономические проблемы социализма в СССР, хотя для того, чтобы увидеть в этой работе отрицание марксизма, необходимо знать марксизм и понимать жизнь на основе иной культуры мировосприятия и миропонимания. Пояснения этого приведены в работах ВП СССР, краткий курс, время, начинаю про Сталина рассказ, мертвая вода в редакции, начиная с 1992 года, том 2, форты Сталин о том, как жить по-человечески. И заменив его иной мировоззренческой системой на основе нового миропонимания, освободиться от власти над жизнью общества и государства, его хозяев из-за правил. Но в истории России саморазрушительная алгоритмика отрицания-отрицания работала на протяжении истории всего последнего тысячелетия после крещения Руси. Сначала на основе библейской «мудрости» в кавычках мира сего, в том числе цитируемого к месту и не к месту Экклесиаста до 1917 года. Время разбрасывать камни и время собирать камни – одно из наиболее широко известных и часто повторяемых мест Ветхого Завета, как и все, возвращается на круги свои. Хотя последняя не цитата, а обобщение ряда высказываний Экклесиаста. Глава первая, стихи с четвертого по седьмой. После 1917 года на основе философии диалектического в кавычках материализма, если посмотреть в прошлое, то история России – история череды катастрофических отрицаний и отрицаний, что является прямым подтверждением зловредности философского закона отрицания и отрицания, будь он внедрен в психику в форме поучения Экклесиаста, либо в форме закона «научной философии» в кавычках. Если кто-то не согласен с этим утверждением, не утрудив себя тем, чтобы подумать над смыслом формулировки закона «отрицание-отрицание», над тем, как он формирует поведение людей, как люди строят под его влиянием свою жизнь, то одна из причин этого в том, что сам он раб и невольник навязанного ему закона череды катастрофических отрицаний, препятствующих созидательному преображению. Если же жизнелюбивая философия «мудрость жизни» учит, что развитие есть череда преображений на основе внутренней и внешней алгоритмики во взаимодействии разнокачественностей, то в обществе будет господствовать иное отношение к жизни и иная алгоритмика поведения. Если в этой философии предлагается созидать для осуществления преображения высшее качество, то это другое дело, а не суета-сует и не томление духа в безысходности агрессивного или пессимистичного нигилизма, представляющего собой отрицание всего и вся, кроме личного сиюминутного своекорыстия. Для того, чтобы совершилось преображение, можно и должно работать с радостью. И только при нравственно-психологической ориентации на осуществление череды и преображений труд станет свободным творчеством и будет первой жизненной потребностью людей как средство личностного развития каждого из них. Последнее необходимо пояснить. В коммунистическом обществе труд не станет первейшей жизненной потребностью, как-то утверждала марксистская пропаганда, подразумевая, что труд всегда подчинен задачи удовлетворения потребностей людей в еде, одежде и тому подобной продукции и услугах. Первейшей потребностью станет личностная и общественное развитие и деятельность в русле божьего промысла, а необходимый труд в этом процессе займет свое органичное место. Для осуществления же череды отрицаний желание работать не возникает, да и не должно для этого работать. Также не соответствует действительности и широко известное марксистское положение о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Да, действительно, общественное бытие налагает свою печать на сознание каждого из множества людей, это общество составляющих. Совокупность их знаний можно назвать общественным сознанием. Однако то, что западная психология в конце 19 века назвала термином «подсознание», существовало и до этого «открытие» в кавычках науки, хотя именовалось иначе – глубины души, внутреннее сознание, которое гораздо шире логического и тому подобное. Но в марксизме о психологии человека и коллективов, включая и то, что обусловлено бессознательными уровнями психики, глубинами души, по существу ничего не говорится, что свидетельствует, как минимум, о невнимательности основоположников к самим себе прежде всего. «Чужая душа потемки» – это обстоятельство крайне неприятно для высших светских и религиозно-эгрегориальных иерархов в толпоэлитарных обществах. «О, если бы я мог читать в сердцах людей, как в них читает Бог один лишь!» Цитата, возможно, недословно точная, из Арии Филиппа II в опере Джузеппе Верди «Дон Карлос» 1867 год. Но своя-то душа не потемки, обмануть себя, как и обмануть Бога – дело невозможное, хотя долго можно тешить себя иллюзиями якобы удавшегося самообмана. Соответственно, в марксистских умолчаниях остается и то, что общественное бытие будущих поколений формируется под воздействием волевых или безвольных, сознательных, а равных бессознательных, всегда безвольных, либо чужевольных действий, обусловленных нравственностью каждого из людей, составляющих живущие поколения, чье общественное сознание точно так же было отчасти сформировано деятельностью предшествующих поколений. При этом сам марксистский термин «общественное сознание» неоднозначно понимаем. Его можно понимать и как совокупность осознаваемого всеми членами общества, но также он допускает и иные трактовки. А неопределенность в марксизме общественного сознания как термина, связанного с неким жизненным явлением, и неопределенность взаимоотношений психики личности, в которой есть место как сознательным, так и бессознательным, причем разнородным явлений, с этим неопределенно понимаемым общественным сознанием ведет большей частью к тому, что человек отказывается от каких-то объективно открытых ему возможностей лично воздействовать на жизнь общества. Вредоносен и марксистский термин «общественное разделение труда». В обществе, в его производственно-распределительной деятельности, имеет место объединение труда множества индивидов, но никак не разделение труда среди них. Процесс объединения труда действительно имеет составляющую, которую можно назвать профессиональной специализацией или обособлением профессий, разделением и обособлением ремесел, обусловленную разделением единого технологического процесса производства чьего-либо на взаимно обособленные составляющие, каждая из которых выполняется разными людьми или которые разделены промежутками времени. При этом под профессионализмом понимается систематическое, а не от случая к случаю, выполнение определенных видов работ с уровнем качества, признаваемым «достаточным» непосредственными потребителями, другими участниками общественного объединения труда и потребителями конечного продукта. Это так, если назвать вещи их именами. Если же согласиться с термином «общественное разделение труда», то оно породит в обществе разобщение людей. Именно вследствие такого рода программирования психики множества людей на тему «один в поле не воин» миллионы в преддверии и в годину общественных бедствий чуть ли не хором скулят «А что я один могу поделать?» Бессмысленно ожидая, что придет кто-то великий, мудрый и могучий и сделает один за всех них то, что они все вместе могут и обязаны сделать сами, если они человеки, а не человекообразные. Ты сам и всякий другой, кто того пожелает, можете объединить свои целенаправленные усилия и свой труд на благо всех и каждого с усилиями и трудом других людей, которых на Земле уже более 6 миллиардов. Утверждение марксизма о наличии общественного разделения труда это разновидность подхода к управлению жизнью порабощаемого общества, известного как «разделяй и властвуй». Тем самым, в совокупности ограниченных и извращенных формулировок законов марксистской диалектики, высказанных мнений и сопутствующих им умолчаний по вопросам биологии человека и истории общества, исторический материализм марксизма закрывает от осознания людей, управляемый характер тщательно взращиваемых социальных катастроф, имевших место на протяжении всей истории нынешней глобальной цивилизации. В русле этого сокрытия знаний об управлении лежит и то, что спустя столетия после появления манифеста коммунистической партии марксисты повсеместно ополчились против кибернетики, которая попыталась описать процессы управления как таковые. Еще спустя 50 лет именно руководители марксистских партий оказались противниками работ ВПССР, не приемляя достаточно общую теорию управления. Первоначально была изложена в одноименном разделе работы ВПССР «Мертвая вода» в редакции 1991 года, также входит в последующие редакции «Мертвой воды». Кроме того, постановочные материалы курса Санкт-Петербургского государственного университета «Достаточно общая теория управления» были опубликованы отдельным изданием в 2000 и 2003 году. И освещение глобального исторического процесса с ее позиции как процесса управляемого, причем конфликтно управляемого, поскольку это противоречит доктрине исторического материализма, неизбежности смены общественно-экономическими формациями друг друга по мере изменения производственных отношений людей в обществе. Невнятность марксизма в вопросе о процессах управления позволяет скрывать от осознания обществами управляемый характер глобального исторического процесса, управляемый характер большинства войн и социальных катастроф, что в сочетании с формулировками в нем законов диалектики, вносящими разрушительность во всякую деятельность и вздорностью его политэкономии, исключает возможность созидания на основе марксизма. Это необратимо обнажает разрушительный, агрессивно-паразитический характер марксизма и устремленность его хозяев из-за правил к порабощению всего человечества в изощренных формах под лозунгами борьбы за освобождение труда и жизни большинства от эксплуатации меньшинством. Если бы марксизм был порождением повредившегося умом любителя порассуждать на досуге о жизни, профессионально занятого какой-то общественно полезной работой, а в свободное от нее время пишущего философские трактаты, то эти и многие несуразности марксизма были бы отчасти простительны, ну, занимается человек самообразованием, как умеет. В культуре толпы элитарных обществ человек имеет право ошибаться, поскольку господствующая культура с младенчества извращает и ограничивает его развитие. И искренне ошибки могут быть очень тяжелыми и губительными по своим последствиям. Однако Карлу Марксу следует предъявить строгие требования. Карл Маркс был профессионалом, философом. Взято в кавычки, поскольку характер его деятельности не отвечает смыслу слова философия в греческом языке – любовь к мудрости. То есть профессиональным осмыслителем жизни и учителем других людей. По окончании университета он намеревался стать профессором в Боннском университете, но отказался от этого по политическим соображениям. Перед этим в 1832 году от руководства кафедры философии был отстранен Людвиг Фейербах. В 1836 году он не был допущен в университет, а в 1841 году от чтения лекций был отстранен молодой профессор Бауэр. Под видом полемики с ним Карл Маркс в статье «К еврейскому вопросу» вывел из рассмотрения, а тем самым из-под критики, ветхозаветно-талмудическую идеологию и доктрину скупки мира на основе надгосударственной мафиозной монополии иудеев на ростовщичество, представляющую собой основу библейской социологии. Однако и отказавшись от этого намерения, он в течение всей своей жизни делал вид, что занят разрешением проблем общественного развития всего человечества, а произведения его и Фридриха Энгельса еще при их жизни стали учебными пособиями, по истории, социологии и экономике обществ для многих и многих людей в разных странах. Карл Маркс именно делал вид, а не был занят разрешением проблем всего человечества, поскольку в противном случае он не посмел бы ограничиться развитием того учения, которое ныне известно как марксизм, и исключительно на основе публичной философии европейской региональной цивилизации, упорно игнорируя при этом необходимость анализа публичных философских воззрений мусульманского, ведического и буддистского Востока и эзотерических философских традиций как Востока, так и Запада. Так на протяжении десятилетий мог вести себя либо одержимый графоман, место которому в лечебнице для душевнобольных, но которого раскрутили, в кавычках, и возвели в ранг гения всех времен и народов, злонамеренные умники, провокаторы, либо один из числа самих злонамеренных умников. Философия марксизма, так называемый диалектический материализм, упражнение ее основоположников в логике без аксиом и правил, построенной на умолчаниях, смысл которых не соответствует объективной реальности. Вследствие этого она калечит интеллект тех, кто относится к ней как к целостному, научному мировоззрению, и служит целем защиты от ревизии, свободным разумением, содержащегося в марксизме вздора, в частности, сугубо прикладного вздора его политэкономии. Хотя в ней есть и истинные положения, но в общей системе марксизма они выполняют функцию наживки, а не фундамента для дальнейшего развития. В XIX веке в Европе уже было достаточно переводной литературы, которая позволяла понять, если и не все, то очень многое в существе неевропейских культурных традиций, и заявляя о своих претензиях на разрешение проблем развития всего человечества, основоположники марксизма не имели права ограничиться наследием лишь европейской, большей частью германской, публичной философской традиции, которая по существу впала в глубочайший кризис вследствие развития, в кавычках, в тупиковом направлении, еще до того, как Карл Маркс в 1841 году окончил университет, то есть еще в эпоху Гегеля, 1770-1831 годы, чьи работы в области диалектики. Марксизм рассматривает как наилучшие выражения диалектики в домарксистскую эпоху. Европейская философия зашла в тупик. Глава 3. Кризис русской научной философии в 19 веке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова